В программе первая неделя победили Жасмин и Антония с кухней и семейной комнатой из 60-х. На прошлой неделе выиграли Тай и Эллисон с их комнатой Кена в стиле 70-х, а их фанаты Барби на шаг приблизились к шансу пожить в доме мечты. Сегодня состязание на улице. Две наши команды вступят в бой. Кусовочное место и займутся передним и задним дворами. Ты осмотри, ручка. Надо ее сделать. Не думала, что они создадут нечто безумное. Помойные баки. Ты сказал баки? Игра началась. Мы готовы. Вы на вечеринке у бассейна. Мы находимся внутри игрушки. Да. Барби Дримхаус Челлендж Это он? Смотрите, кто здесь. Привет, парни. Может, осмотрим задний двор? Боже ты мой, как красиво. Обалдеть. Вы шутите? Господи. Ахой всем! Это круто! Добро пожаловать на Барби Дримхаус Челлендж. Невероятно. Класс. Вам предстоит состязаться во дворе дома. Нужно будет оформить передний фасад и крыльцо, или же весь задний двор. Вы задаете тон. Именно от вас зависит, что подумают люди, еще не зайдя в дом. Эти розовые чертежи определяют, что вы будете преображать. Киты и Эван выбирают первыми. Что? Хорошо. А мы возьмем вот этот. Можете разворачивать. Да. Да. Да-да-да. Задний двор. Это наша фишка. Мы из Флориды. Мы разбираемся в уличных пространствах. Это судьба. Тусовочное место. Я рад, что нам достался фасад. Это первое впечатление. Серьезное заявление. Мне страшно. Эти ребята креативные. Они сделают то, до чего никто не додумается. Нам надо проявить себя. Наши дворы должны сочетаться. Но наш будет чуточку лучше. Нет. Брайан и Мика – амбициозные парни. Самое забавное, что я представляю, как расстроится Брайан, если мы выиграем. Для меня это дополнительный стимул. Мне это нравится. Игра началась. Я напомню правила. Нам нужно создать функциональное пространство, которое будет вдохновлено трендами определенного десятилетия. Помните, вы состязаетесь от имени своих фанатов Барби. Это два новых поклонника Барбары – Мелисент Робертс. У каждой команды будет группа поддержки, которая поможет отбирать предметы интерьера. Но у вас всего неделя на ремонт. Боже ты мой. А потом судьи решат, кто создал самое барбическое пространство. За работу! Вперед! Вперед! На заднем дворе будут проводиться вечеринки. Это место, где Барби и ее друзья будут развлекаться. Это наша цель. Нам надо обратиться ко всем пяти чувствам. И всем этот двор должен запомниться. В каждом углу двора должно быть что-то яркое. Какое десятилетие ты хотела бы? Я хочу, чтобы это было время, которое я помню. Барбанная дробь. Готов? Серьезно? Мода двухтысячных – это плюшевые спортивные костюмы, постельных тонов. А в интерьерах были популярны яркие цвета и надувная мебель, инновации, новые технологии, новые открытия. Ситуация полностью изменилась. Барби появилась в более чем 30 полнометражных мультфильмах о ее сказочном мире. А Кена в двухтысячных можно было описать двумя словами. Кен серфер. Кен серфер был одет в шорт для плавания темно-бирюзового цвета с желтыми полосками с оттенком зеленого. Это очень красивое сочетание. Я спокойна. Мы знакомы со всеми трендами в дизайне того времени. Нам очень повезло. В это десятилетие мы отрывались. В эти годы я зажигала. И нам досталось место, где все будут отрываться. Я вспомню времена колледжа, и мы переживем их снова. У соперников проблемы. Мы пришлем всем приглашение на тусу. После победы. Итак, Кит, это будет нечто. Передний двор. Мы хотим сделать яркий фасад. Игривый и творческий. И в то же время классический в стиле Барби. Надо узнать десятилетие. Скорее бы. Девяностое. Класс. Ладно, давай посмотрим. Это девяностые. Гранж и Нирвана. Бойс-бенды и песня Аквы Барби Гоу. Когда я думаю про девяностые, мне кажется, там прошло сразу много десятилетий с разными веяниями. Все это отражалось в моде Барби. В девяностые было модно сочетать контрастные цвета и неоновые принты. И в это же десятилетие был популярен минимализм в линиях Кельвина Кляйна и неярких цветах в доме мечты Делюкс девяносто восьмого года. На пике была плетеная мебель. Девяностое были разнообразными. Это просто. Мы росли в этот период. Мы знаем все цвета. Я увлекся ремонтом благодаря Барби. Прикольно совершенствовать ее дом. И это превратилось в карьеру. Нам нужно показать себя и не опозориться. Нельзя проявлять неуважение к Барби. Никогда. Плюс в том, что сам дом из девяностых. Да. Но это не дом Барби из девяностых. Я не хочу, чтобы люди проезжали мимо и думали, наверное, это Барби. Он должен быть домом Барби. Нас будут судить и по игрушечным элементам, которые напомнят что-то из мира Барби, но перенесенное в реальную жизнь. Мне нравится добавлять что-то игривое. В нашем шоу мы всегда включаем кое-что креативное. Часто это похоже на то, что мы видели в Барби. У нас фасад. Надо будет убрать стену и сделать так, чтобы был виден интерьер. Вряд ли можно сделать его прозрачным. Но мы добавим игрушечные детали. Я бы приделал ручку. Это что-то. Большая ручка для гиганта. Нам надо сделать большую ручку на крыше. Это будет главная деталь. Мы уберем кирпичные вставки и сделаем более гостеприимный вход. И надо добавить что-то яркое в ландшафт. Но не стоит забывать, что это настоящий дом. Это дом мечты Барби. Тут может быть что угодно. Представь 2000-е. Тренды того времени, цвета, орнаменты. Тут классная горка, но она стандартная. В фильме у Барби мега-крутая горка, ведущая со второго этажа дома. Настоящее веселье. Ты хочешь сделать вторую горку? Две горки лучше все-таки одной. Мы согласны, что навес надо убрать? Да. Заменим его балконом на втором этаже. Оттуда может идти мега-горка. Рядом поставим огромный ТПР, чтобы было ясно, что это двор Барби. Кухня на улице – здорово. Но мне все-таки не нравится ее расположение. Если Барби жарит тут гриль, она не может говорить с друзьями у бассейна. Нужно переместить все сюда. Вот это уже идеальное место. Тут вид на горы и на бассейн. Знаешь, а мне нравится. Обычно мы строим дома для клиентов. Мы должны быть в рамках. В данном случае это дом для Барби, и можно сделать что угодно. Здесь красивый пейзаж, чудесные пальмы. Но все-таки не хватает какого-то яркого пятна. Может быть, использовать зеленый или розовый искусственный газон. Помни, нам нужно все барбифицировать, исследовать стилю Барби. Раз, два, три. У нас всего неделя, чтобы сделать двор. Поэтому надо спешить. И перенести кухню. Нынешнее расположение бессмысленно. Нам надо ее снести и продумать, как делать балкон. Барби любит приглашать друзей на вечеринки. Знаю. Ты как? Я лично занервничала. Смотри, не провались. Тут все трясется, а ты даже не танцуешь. Тут все плохо. Почему? Так построено. Прочно. Я чуть не провалился. Тут так построено, чтобы выдержать крышу и меня. И это все. Тут все построено, чтобы выдержать крышу. Если мы добавим еще веса, опоры не выдержат. Будет опасно. Отстой. Я надеялся, что мы снесем крышу, положим пол, и все. А теперь нам надо поставить балки еще в середине. За неделю мы не успеем. Мы привыкли к резким сменам планов, но не в таких временных рамках. Нам нужно быстро придумать план Б. Можно отказаться от балкона для вечеринок, но не от мегагорки. Иначе это не дом Барби. У нас есть уголок, с которым можно вполне поиграть. Можно построить какую-нибудь штуку, откуда начнется двухэтажная горка. Мне нравится, что, выходя во двор, вы сразу увидите вот эту горку. Это будет наша фишка. Больше и лучше. Второй день из семи. Фасад из девяностых. Вдохновением для краски стал дом Мистер Барби девяносто пятого года. Но мы много думали о том, чтобы дом не был карикатурой на себя. Мы добавим акценты из того дома Барби. Нам разрешили использовать розовый и бирюзовый для акцентов. И я этому очень рад. Боже ты мой! Это что, мы? Это знак. Это куклы в стиле Брайана и Микки. Это мы. Зацени. Это из фильма. Мы можем почерпнуть вдохновение. Я вижу тут горку. Боже ты мой! Что? Это вышка для спасателей. Можно сзади сделать вышку для Кена-спасателя со спиральной горкой. Представляешь? Мне нравится. Вышка спасателя – идеальная тема для нашего двора. Она все связывает в теме Кена-серфера. Я в восторге. Давай узнаем, кто наш фанат Барби. Скорей бы. Меня зовут Маркос Акоста. Барби со мной всегда. Как говорит мама, у меня с этой девушкой роман длиной в жизнь. Я стюарт и работаю в программе «Крылья для аутизма». Круто. Мы готовим детей с аутизмом к полету в самолете, чтобы они привыкли. Полет ведь может пугать даже обычного человека. Я взрослый, но стараюсь, чтобы Барби всегда была со мной. У него тату с Барби. Вот это преданность. Нам надо связаться с Маркосом. Точно. Как дела, Маркос? Привет. Какая у тебя коллекция Барби? Спасибо. Боже ты мой. Нам в состязании достались двухтысячный и задний двор. Там крутой бассейн. У нас есть фора. Как же Барби украсила бы бассейн? Как ты думаешь? Стюардесса — это ведь одна из первых работ Барби. И самая легендарная. Если я не путаю, у Барби был надувной самолет. Вот для бассейна. Да. А где твоя татуировка Барби? Можешь ее показать? Да, я сделал ее месяц назад. Это логотип Барби. Меня все время про нее спрашивают. Это что, Барби? А я говорю, конечно, а как же? Боже ты мой. У меня к вам вопрос. Вы готовы победить? Да. Мы это сделаем, Маркос. Конечно. Еще только начало недели, а мы уже продвинулись. Сейчас мы ставим забор. Это добавит уединение, которое нужно для больших вечеринок. О, да. Идеально. Наш друг по Флориде создает огромные тапиарии в виде буквы B. Мы никогда такого не делали. Это уникально. Мы хотим, чтобы люди приходили в этот двор и фотографировались на его фоне. Барби нужен двор, где можно делать селфи. Она это любит. Я ничего не вижу. Только белый забор. Ради безопасности нам нужен забор. Там обрыв 60 метров. Но забор испортил вид. Твой рост — 1,83 метра, а мне надо встать так, чтобы что-то увидеть. Вряд ли все судьи будут высокими. Может быть, я не права? Надо было сказать мне до того, как мы поставили этот забор. Мы сможем сделать его ниже на три панели. Он все еще будет защищать от 60-метрового обрыва. Но при этом сохранится вид, и это расширит все пространство. Вау! Ее машина. Я это помню. Черно-белый купальник. Мне нравится. Надо добавить этот орнамент. Я рад, что в 90-х был возврат к черно-белым рисункам. И нам можно добавить их в дизайн. Посмотри-ка. Ручка? Да. Нам нужна ручка. Я сделаю набросок. Что-то простое и стильное. Будет просто идеально. Мы черпали вдохновение из дома Барби. Разложи и веселись, когда планировали ручку на крышу. Важно, чтобы было ясно, что это связано именно с Барби. Форму ручки мы срисовали с загородного дома мечты Барби. Также мы хотим, чтобы это был очень важный элемент нашего дизайна. Она огромная. Поставим ее вот так. А здесь мы сделаем накладки с черно-белыми полосками. Они классные. И все в цветах. Я уже это вижу. Я хочу связаться с нашим фанатом. Скорее бы. Да. Нам надо узнать, кто же это. Привет, я Ники Серрано. Я из Чили. Барби – мое самое давнее и важное воспоминание. Моя любимая – чилийская Барби. На ней чилийский костюм. Барби бывает разных рас. Она представляет людей со всего мира и показывает, что они могут добиться всего. Цвет, кожа и раса неважны. Она такая милая. Позвоним ей. Давай. Привет, Ники. Привет. Я рада видеть вас и познакомиться. Чилийская Барби красивая. Мне нравится ее наряд. Она моя любимая. Наше пространство – это фасад, а наше десятилетие – это 90-е. Я ребенок 90-е. Мы хотели узнать, что бы ты хотела видеть. Барби любит цветы. Само собой, много розового. Ну и, конечно, нужен какой-то питомец. Это ведь лучший друг Барби. Я люблю лично фламинго. Кстати, они есть в Чили. Они будут как раз символизировать именно меня. Это же отлично. У нас будут чилийские фламинго. Много цветов. Много розового. Мне это лично нравится. Она расцвела, когда говорила про чилийских фламинго. Это увлекательно. Ладно, у нас много работы. Спасибо тебе за предложение. Я хочу увидеть финальный результат. Спасибо, Ники. Пока мне нравятся все элементы. Да. Но нужно еще больше. Нам надо решить, что же мы делаем со входом. Я хочу, чтобы вход переносил вас в дом. Мы можем сделать больше. Пока это просто каркас. Будет здорово сделать какой-то водный элемент. Что бы вы о нем не знали. Вы подходите, и вдруг начинают выстреливать струи. Это весело. Поставим фламинго с детекторами движений. Вы приближаетесь, и образуется туннель из воды. У нас будет вход с фламинго. А потом? Шикарный, шикарный занавес. Можно сделать интересный дверной звонок. Сейчас у всех смарт-звонки. А мы можем вернуться к телефону с 90-х. Кен придет и будет звонить. Привет! Я уже пришел. Очень круто. Третий день из семи. Задний двор из двухтысячных. Чтобы удержать вес вышки и горки, мы заливаем много бетона. Очень много. Будет очень круто скатиться с горы. Здорово. Увлекательно. Замечательно. Эта ручка станет центром внимания. Она должна протянуться по крыше над фронтоном здания. И бросаться в глаза. Привет, я Кит. Я Билл. Радче. Взаимно. Многое поставлено на карту. Ручка должна быть хорошо продумана, и она должна быть очень крепкой. У Билла есть все игрушки и станки, которые нам нужны. Кроме того, он очень талантливый. Но мы не знаем, удастся ли все сделать быстро. Мы хотим поставить ручку на крышу, чтобы все выглядело как дом мечты Барби. Это ручка для гиганта. Три с половиной метра в ширину. Вроде ручки для чемодана. Да. Вот такая. Да. И вот тут круг. Вот так. Я займусь деревянной постройкой. А ты добавишь стальные крепления. Когда это нужно? У нас всего-то пара дней. Да, где-то два дня. Мы сказали, что ты все можешь. Ну что ж, начнем? За дело. Барби – самая инклюзивная кукла. У нее разные оттенки кожи, волос и типы фигур. Мы начнем с каркаса из дерева. Боже, круто. Мы используем станок с ЧПУ, чтобы на ручке была идеальная буква Би. Потрясающе. Отлично. Мы явные победители. Да. Никто такое точно не сделает. Бар-би-кюб. Она похожа на большую игрушку. Мне кажется, мы можем ее украсить и устроить тут барную стойку. Барби-стойку. Повсюду барби. Если мы можем сделать кутюрных фламинго, это нужно делать. Иначе это будет слишком дешево и китчево. Все будет испорчено, если мы не будем с этим осторожны. Мы используем сушеные растения, чтобы вписать их в ландшафт. Ну и плюс, это будет природный элемент, который уравновесит весь пластик. У нас тут доски для серфинга разной длины. Надо решить, куда же их мы поставим. Они будут отлично смотреться у этой стены. Все пространства будут связаны. Я бы хотела их перемешать, чтобы они смотрели вверх разными сторонами. Это длинный сюда? Мне нравится. Отлично. Взгляни на закат. Представь, ты тут, ты Барби, тусуешься с друзьями. Я Барби? Можешь быть Кеном, а я Барби. Когда Эшли принесла нам Кена серфера, мы загорелись темой серфинга. Тут все продумано. Надеюсь, судьи заметят все эти детали. Идеально. Когда мы их раскрасим и добавим ярких пятен, выйдет просто грандиозно. Представь, что все другие команды внутри не видят этого заката, но они могут насладиться видом, когда придут во двор. Ребята, Киту и Эвану повезло. Они первые будут поражать судей. Но мы их поразим в конце. А это самое главное. И они запомнят нашу работу навсегда. Но в финале все будут тусоваться в нашем пространстве и смотреть на закат. Вместо того, чтобы красить доски одним ярким цветом, мы решили выбрать четыре крутых постельных тона. Эту идею мы почерпнули из викторианского дома мечты Барби 2000 года. А это наше десятилетие. Кроме того, они будут сочетаться с нашей вышкой. Мне нравится, когда все сочетается. Смотрится отлично. Класс. Фонтан привезли. Первая деталь нашей победы на месте. Держите. Медленно. В 90-х были популярны мини-усадьбы. Пушлые фонтаны, пафосные дома. И мы добавили этот стиль. Класс. Когда он станет розовым, будет шикарно. Настоящий фонтан Барби. Я доволен. Но у нас еще много работы. Какие цветы посадим? Я вижу что-то пышное. Очень пышное. Базоны — это еще один способ добавить прекрасного розового цвета. И к тому же, это шанс недорого украсить наш фасад. Так что красим. Пластик — это идеально. Это же Барби. Не могу поверить, что нам нужно сделать таких шесть штук. Держатся неплохо. Для установки тяжелого топиара я использую специальный инструмент, чтобы выкопать метровые ямы. Достаточно глубоко. Ставим квадратные столбы. Заливаем их бетоном. Эта буква Б огромная. Нам надо, чтобы она не упала в воду. Класс. Высота буквы Б — 2 метра. А ее доставят? Это, конечно, не совсем то, что я представляла. Если букву Б не доставят, то у нас будут два толстых столба, торчащих посреди двора. Я нервничаю. Пространство преобразуется, но мы еще далеки от финала. Надеюсь, скоро к нам прибудет доставка. Буква Б будет, я обещаю. Ладно. Что это? Может, ручка? Возможно. Это доставка для нас. Для вас? Открывай, я уже нервничаю. Это мусорные баки? Да ладно! Мы обсуждаем мусор. Кит и Эван, не стоит скатываться. Класс! Прибыла наша горка. Зажигаем. Здорово! Как они могли сказать, что это баки? Пятый день из семи. Все в этом проекте должно быть преувеличено. Меня это увлекает. У нас будет больше цветов, чем обычно. Как красиво! Так много. На это уйдет много времени. Почему так долго? Барби дала нам свою лопату. Что? Боже ты мой. Последний розовый рулон. Праздник розовой травы. Устроим дорожку. Погнали. Давай. Я рад, что мы решили взять розовую искусственную траву. Это важно. Шагай, подруга! Это бомба. Он яркий. В нем есть энергия. Они связывают все вместе. Мы вдохновились тату нашего фаната Барби Маркоса. И добавили рисунок на траву в его честь. Не уроните. Сегодня день ручки. Одно дело — придумать концепцию, другое — ее воплотить. Если что-то пойдет не так, судьи нас растопчут. Это эпично. Эта штука огромная. Она весит 40 килограммов. Ее надо поднять на высоту 10 метров. Это же сплошной стресс. И много ремней. Мы до сих пор не уверены, что у нас все получится. Нам надо скорее ее поднять и убедиться, что все встанет. Если нет, придется исправлять. А у нас нет на это времени. Да, я готов. Не ударьте крышу. Если не сработает, мы потратили все наше время на что-то кошмарное. Береги ноги. Почти встала? Здесь мы закрепили. Хорошо. Слава богу, я могу дышать. Это наш момент. Что эти парни задумали? Боже ты мой! Я вижу, что они делают. Мы бросили вызов. Игра началась. Я вас вижу. Вы не справитесь с нашей ручкой. Я не думала, что они сделают что-то такое безумное. Самых тихих стоит опасаться. Тихие, но смертоносные. О, да. Да. Что это? Как вам доставка? В эту игру можно играть вдвоем. Мы видим нашу Би, но наша Би еще больше. Приехала Би. Мэтью смог ее доставить. Я же говорил, что мы это сделаем. Чтобы конкурировать с нашей ручкой, Брайан и Мика заказали еще один предмет, которым они хотели нас напугать. Это большая буква Би. И она достаточно симпатичная. Она милая, но это не наша ручка. Нет. Строительный степлер. Укрась сверху. Будет идеально. Да, Кит и Эван. Ну, как вам это? Разместим сверху. Мы повесим занавес изнутри. Потом раскроем и закрепим их там. И вот это. Да, верно. Сначала размещаем крепление сверху. Потом нам надо сделать идеальные складки, чтобы было красиво. Хорошо. Еще три. Мне кажется, черно-белые полоски, как на купальнике Барби, сделают вход более шикарным. О, красиво. Шестой день из семи. Если это не поразит судей, я не знаю, как их поразить. Боже мой. Пеликан чудесный, Кит. Спасибо. Никки будет в восторге от фламинго, которых сделал Кит. Они большие и похожи на чилийских фламинго, о которых она говорила. И, конечно, это фонтан. Круче и быть не может. Мне нравится. Через ногу и тело мы пропустим шланг. Он доходит до клюва. И когда будете проходить, возникнет водная арка и строй бьющих из клювов фламинго. Просто волшебно. Мы разместим датчики движения. Когда люди будут проходить, польется вода. Главное, чтобы не брызгали в глаза проходящим. Надо сделать так, чтобы этого не было. Горка высотой 3 метра состоит из 9 частей. Но что-то все-таки пошло не так. Придется ее разобрать и начать все заново. Серьезно? Боже ты мой. То есть мы разбираем горку? Увы. К сожалению, если неверно собрать все повороты, ты окажешься на камнях, а не в бассейне. Да ладно. Каждая часть должна стоять идеально. А то вынесет тебя не туда. Судьи будут через день. Я не знаю, что ты хочешь. Возможно, у нас проблемы. Мы разобрались. Теперь она ведет к бассейну, а не к камням. Увы, мы не смогли присоединить горку к дому. Но это все к лучшему. С одной стороны у нас круговая горка, с другой стороны круговая лестница. Мне лично нравится. Весело подниматься и скатываться. В этом весь смысл. Полная победа. Мы хотим, чтобы ты первый скатился с горки. Ты готов? До пять. День седьмой из семи. Судьи едут. Последние детали. Мне кажется, мы можем улучшить уже красивый бассейн и сделать его интереснее. Вот эти два камня. Теперь отлично. Мы соединим эти два. И тогда все. Мы сделали водный бар. Он идеально встал. У нас еще много дел. Это наш дверной замок, да? Да. Мы продумали все детали. Быстрее, Кит. Они будут через несколько минут. У нас еще много дел. Нужно все расставить. Организовать зону с мебелью. Горизонтально или вертикально? Под те полоски. Это перебор. Я хочу скорее услышать вердикт судей, чтобы снова задышать. Я тут. Посадка. Хорошее приземление. Это для Маркоса, нашего фаната Барби. Он стюарт. Ему понравится эта деталь. И надо переодеться. Бежим. Хорошо. Я нервничаю. Но главное... Тут веселье. Привет, королевские особы. Брайан и Ника, Кит и Эвен. Спасибо, что встретили нас на улице. Вы знаете наших уважаемых судей. Джонатан Эдлер и Тиффани Брукс. Две команды уже попали в финал с розовой ковровой дорожкой. И сегодня одна из этих команд к ним присоединится. Прошлые две недели были эпичными. Сегодня мое любимое испытание. Я хочу, чтобы оно запомнилось. Барби заслуживает шикарный экстерьер. И я надеюсь, вы с этим справились. Вы знаете меня, как эксперта по Барби. Я буду вспоминать детали классических домов мечты Барби. Ставки высоки. И для вас, и для фанатов Барби. Они оба смотрят на это из дома. Что? Привет. Как дела? Маркус, как ты? Надеюсь, ты будешь нами гордиться. Впрочем, как и мы. Потрясающе. Я горю желанием показать тебе все. Я хочу все увидеть. Мы все сделали. Скорее бы ты взглянула. Сегодня наш гость – актриса и шоу «Вумен». Она снималась в сериале «Черный юмор». И она фанатка Барби. Дамы и господа – Марсей Мартин. Привет, рада знакомству. Мне нравятся ремонт и дизайн. И плюс к тому, Барби – моя самая любимая игрушка. Хочется увидеть, что вы сделали. Все просто. Кит и Эван, вы первые с вашим передним двором из 90-х. Итак, отправляйтесь к себе. Мы скоро придем. Посмотрите на это. Они сделали ручку. О, красота. Просто потрясающе. Спасибо. Мы чуть не надорвались. Спасибо. Мы сделали его в стиле дома «Мечты Барби» 95-го года. Мы взяли те же цвета и использовали здесь. Мы покрасили его белым, а не полностью розовым. Нам кажется так шикарнее, чем просто какой-то розовый. Он похож на игрушечный дом. Я лично в шоке. Где я? Я рада ее увидеть. Сразу вспоминаю, как берусь за нее и иду куда-то. Мне лично очень нравится. И логотип Барби. Да. А черно-белые полоски? Это всегда удачный ход. Это искусственные или натуральные цветы? Они искусственные. Их не надо поливать. Я люблю их. Я тоже. Они то, что надо. Все с таким вкусом. Чтобы оказаться в «Доме мечты», Барби нужен был волшебный вход. Проходите вот сюда. Мне нравится. Это игрушечный элемент. Они такие красивые. И у вас входная дверь Барби. Я остолбенела. И телефон Барби в роли дверного звонка. Невероятно. Здорово. И розовый фонтан. Мне нравится. Это девяностые. Вы попали в точку. Фонтаны – это зона. Я лично в восторге. Спасибо вам. Для меня были всегда важны детали. Вы устроили столько сюрпризов. И фонтан. И вот эти фламинго – водные элементы дизайна чудесные. Это игрушечные детали. Представьте, как такое впечатляет детей. Я обожаю фламинго. Молодцы. Минус только один. Всего могло быть гораздо больше. Поразительно. Но нам надо сходить к вашим соперникам. Да. Мы пойдем на задний двор. Ладно. Увидимся позже. Не обижайте. Пока. Никки, привет. Мы добавили чилийскую нотку, поставив фламинго. Хотим, чтобы тебе понравилось. Спасибо, что учли мое мнение. Мы тебя любим. Надеюсь, что ты гордишься. Мы идем на задний двор. Добро пожаловать на вечеринку бассейна. С ума сойти. Привет. Как вам нравится? Ребята, какая большая буква БИ. Вы добавили еще горку. Боже, ты мой. Удачное сочетание цветов. И доски для серфинга сзади. Я впечатлен розовой искусственной травой. Конечно, у Барби она розовая. Я бы хотел тут расслабиться. Кроме того, мы добавили бар в бассейне. Вы это увидите у Барби. Особенно в 2000-х. Вы просто гениально это использовали. В этом дворе уже была горка. Нам надо было добавить стиль Барби. И обратите внимание, что вышка... Это ведь не простая вышка. Это вышка Кена-спасателя. Вы заметили? Я торопела. Скажу честно, я тут впервые почувствовала, что я на самом деле перенеслась в мир Барби. Все это здорово. Но мне не хватает орнаментов на тканях. Во дворе спереди много сюрпризов. Хотелось бы увидеть их и здесь. Чтобы что-то откуда-то появилось. Вас ждет еще сюрприз. Вы готовы? Да. Мы кое-что приготовили. Готовы есть стрипню Брайана? Да. Добро пожаловать к нам на барбекю. Готовы поесть? Кто голоден? Я. Готовы? Боже ты мой! Я хочу показать вам вот это. Наш фанат Барби – Маркос. Да! Он настолько любит Барби, что навсегда нанес это на свое предплечье. Мы хотели добавить капельку Маркоса в этот двор. Очень круто. Милые фишки. Все дела в деталях. Ну что ж, судьям надо все обсудить. Мы встретимся с вами позже. Ладно, всем пока. Маркос, как мы справились? Вы превзошли всех. Привет, команды! Это была еще одна потрясающая неделя Барби Дримхаус Челлендж. Точно. Мы видели, как две команды прошли в финал. Сейчас мы узнаем, кто же из вас присоединится к ним в финале с розовой ковровой дорожкой, где мы определим главное пространство мечты, и чей-то фанат получит уникальный шанс остановиться здесь, в полноразмерном доме мечты Барби. Маркос, мы победим. Вперед! Никки! Вы выиграете! Итак, судьи, начнем с Китой и Эвана. Как вам фасад в стиле 90-х? Этот фасад был достоин Барби, а этого добиться совсем непросто. Вы подъезжаете и сразу же видите, это Барби Шик. Хочется знать, что внутри. Вы справились. Невероятно. Потрясающе. Но мне хотелось чего-то большего. У вас вышло почти сдержанно. Я промолчу про ручку. Дом выглядит как игрушка. Это гениально. Вы прекрасно справились. Вы все время подкидывали сюрпризы. От фламинго до двери и до входа в дом. Вы настоящие молодцы. Хорошо. Теперь Брайан и Мика с их задним двором из двухтысячных. Я больше всего запомнил розовый искусственный газон. За это целых 11 баллов. У Барби был такой же. Это отличная работа. Добавить еще горку – гениально. Ее точно не хватало. Но было кое-что, что меня все-таки расстроило. Особенно после фасада. Я надеялась увидеть вазоны с цветами на окнах, украшения на доме. Но в целом, да. Я бы тут потусовалась. Мне понравилось пространство. Я калифорнийский ребенок. Я все время бегала по заднему двору. И вы напомнили мне об этом. А Барби подняла это до новых высот. Вы готовы? Пора. Победитель третьей недели Барби Дрим Хаус Челлендж – это… Брайан и Мика. Задний двор в стиле двухтысячных. Да ладно! Поздравляю! Молодцы! Маркус, мы на шаг приблизили твою тусовку на заднем дворе. Я не могу поверить. Я до сих пор трясусь. Никки, прости, что мы не выиграли, но я горжусь чилейскими фламинго. Хоть мы и не выиграли, фасад очень красивый. Это было потрясающе. Ладно, великолепная работа. Вас мы увидим среди победителей на следующей неделе. За дело! Я пойду играть. Я вижу тебя. У тебя аварийная посадка. В следующей серии у нас осталось два пространства. Гардеробная мечты Барби и кабинет. Барби давит на нас обоих. Это настоящая коробка Барби. Боже ты мой. Эпичное достижение. У вас нет слов? У нас важный гость. И победителем Барби Дримхаус Челлендж становится... КОНОЛЖЕНИЕ СОЛЬБО И КАРАБИ. ТАЯНЬЕ СОЛЬБО И ПОЛЕДИСЯ. Удивительно!